всем добрый день мы продолжаем серию уроков по по dcs системе центру vp компания я бегал electric в сегодняшнем видео мы разберем блок pvi input indication блок которая преобразует значение аналогового входа именно сырое значение соответствии со шкалой заданной единицах инженерных единицах также мы поговорим про тренды помните на предыдущем уроке мы создавали графику использовали свечи которые могут быть как ди и принципе я сегодня бы хотел бы показать вам как создавать тренды для аналогов или дискретных сигналов в принципе начнем как вы видите я уже запустил станцию 0164 это у нас инженерная станция запустил инженерную станцию также запустил тест-станчин для fcs 0101 с хис 0164 с соответствием а первым делом давайте посмотрим что у нас декларирование для аналогового инпута как видите 4 аишки есть а это ао это ди 1 ди 2 ди 3 ди 4 ок также у нас нет у нас была чё для ферста чмая 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 во втором друге давайте добавим сперва добавим его блоки для 1 2 также добавим давайте добавим знаете ты будем добавлять раз будем говорить давайте еще когда поговорим про и сайт боты дискретно так вот пивя и сила меняется это значит он нашел блок делаем а я даем название и теперь давайте их соединим все было красиво попали вот так так сохраняем хотя это чисто для аналогового значения падаем и один добавим 1 2 2 перед тем как загрузить давайте сделаем так настраиваем а я один тренд как вы видите изначально стоит input signal conversion стоит в опции 0 это означает что он будет линейно воспринимать вы можете выбрать скуэр это квадратичный пульс трейн и сапсис это когда у вас сигнал приходит по матбасу в принципе тоталайзер можете выставить по секунду по часовой дневной ну это так тоталайзер low input к отвале это когда если ниже определенного значения он не будет учитывать это и противостое тоталайзер вот для вас здесь ничего интересного здесь допустим давайте сделаем это пресса пресса у нас бар допустим а от 0 до слаб давайте так и сделаем оставим все как есть в принципе bad connection это тоже нужно тоже это все нормально давайте update хорошо в принципе окей второй тренд мы вторую аишку пивайку настроим как настроим как давайте двигатель celsius сделаем high limit ему 50 градусов 0 до 50 градусов или давайте даже от минус 10 сделаем чтобы тесне было все оставляем то есть так же линейный и хранили теперь и сайт 111 сериал input 1 можете выбрать свитч позичный лейбл они предопределены он офф он это будет у вас давать положение он или офф давайте для него он и офф оставим скан период basic scan стоит есть medium high speed scan но это в принципе пока нам не нужно direction of answer back direct reverse вы можете поставить answer back ему дать чтобы обратный сигнал был реверс или прямое в принципе тоже пока что нам не интересно это сделаем так так а строим давайте если вы помните там был он офф а здесь мы сделаем run stop и все сохраним загружаем контроллер вот это слышать какие то сигналы в принципе это нормально warning 1 р시죠 давайте посмотрим закрываем теперь мы помним все названия теперь нам нужно сделать править здесь нечаянно остановил так давайте варим type INCTEG increase decrease gain time 100 EPS не нужно ставить и cycle 100 EPS тоже самое INCTEG increase stone так что еще у нас было у нас были TI 1 да насколько мы помним давайте проверим еще раз и один два три четыре теперь один в принципе так для TI 1 сделаем просто логику сейчас и все так так хорошо вау что я сделал так стоп давайте откроем вау 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 так теперь давайте вот этот и сменим так мы ставим тег и поставим втагово так и в принципе так давайте вот это и запустим 2 аи и посмотрим аи 1 тренд и аи 2 тренд и аи 2 тренд как видите 1 увеличивается 1 уменьшается ренджей все выставились это должен был быть фэйспейка обновляется корректно нет мы не будем ничего делать такого так тюнинг что есть у блока PVA интересного вы можете поставить хай лимит и лимит и хай лимит и так давайте я вам покажу допустим мы сделаем то что для давления у нас 95 это будет давайте 95 это первая граница будет а вторая будет 99 или 98 для лоулоу у нас будет 5 и 3 давайте 3 давления 3 бары это будет у нас лоулоу лимит хай хай 98 просто хай будет 95 а просто лоу будет 5 для давления ой для температурного датчика я как температурного давайте мы сделаем хай хай при 48 а это при допустим просто хай будет при 46 46 это будет при 0 а вот это будет при минус 5 теперь давайте теперь запустим заново опс так давайте теперь запустим заново опс оборот окончается как только мы получим одно из значений выше определенного рейнджа этот аларм у нас автоматически изгенерируется как здесь на самой фрейсплейте как вы видели до этого также он еще появится у нас в алармах секундочку как видите значение стало меньше нуля и он сразу показал вот сперва здесь допустим хай сейчас он больше 98 станет но хай хай здесь вы можете увидеть сперва был лоу и был лоу квитируем эти все алармы выходят сюда в процессе отсюда вы можете их квитируете видите если эти алармы сейчас не генерированы они секретируются есть одна очень интересная особенность для для точнее у этих пивай блоков вы можете включить режим калибровки калибровки допустим мы хотим давление видите сперва здесь хай теперь стало хай и нормализовалась теперь мы допустим хотим включить калибровку и сделать чтобы на время у нас показывало 50 бар или 80 бар допустим 60 тем что просто показывало 60 все он у нас пивай именно пивай пиви он приравнивает к 60 бар по факту у вас там значение которое сырое приходит если вы увидите оно другое у вас по факту датчик сейчас у нас эмуляция вы видите значение меняется а он стоит на 60 это у вас калибровка именно включается для pvi блоков хорошо как же можно поставить эти high high low low сразу вы можете в национальном блоке втором описать их вот здесь сразу low определенному значению high определенному значению и загрузить этими настройками он сразу эти настройки будет подхватывать при каждой загрузке а так если у вас это все не обозначено то вам каждый раз допустим при оффлайн загрузке или у вас если контроллер выключится то надо все значения будут обновляться и вам надо их заново сделать так хорошо также вы можете сделать что допустим ну давайте сделаем вы не хотите слышать алармы этих ну допустим вы не хотите слушать алармы от вот аидва тренд который у нас якобы температур вы просто ставите аов на нее есть функция аов и в принципе сейчас вы видите как вы видите уже low как вы видите эти алармы уже не выходит он здесь одна особенность и что он отключает все алармы как high 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 low так low low ну в принципе на этом с пви мы закончили давайте сразу сперва разберемся с сай который был и 1 тренд 2 тренд 2 сай блока у которых в котором приходит определенное значение с клеммой digital input дискретным и давайте просто смотреть и я отсюда ничего не могу переключить потому что это только отображение это не управление для того чтобы и это надо чтобы физическая величина digital input менялась дискретным импутом какая это как вы могли заметить я в принципе ни разу не говорил то что все блоки которые здесь есть функциональные блоки любые которые вы ставите st16 st64 extender кальку блоки то же самое sfc блоки они все вызываются по имени именно блока и каждый из этих каждый из этих блоков имеет свой фейсплейт уже предопределенный допустим вы можете настроить для каждого отдельно здесь это уже все стандартизировано уже все приготовлено теперь давайте сделаем тренды и так как вы помните у нас есть два аналога два дискретных две дискретные величины давайте зайдем в his0.11.4 три configuration и тренд группу первая тренд 01 группа первая тренд 01 группа первая групп здесь может быть 16 у каждого тренда вы можете добавлять тренды секундочку я не знаю почему у меня не знаю не знаю не знаю но не знаю не знаю но это то что он стоял по факту мы сделаем чтобы он брал можете как вы видите выбрать тренд формат откуда откуда он будет брать если с другой станции если первые три он берет со своей же станции точнее эти тренды они сконфигурируем на нем он будет выбрать отсюда сам ставим continue 05 ну допустим 1 минута здесь у нас как видите есть разная минута 1 секунду давайте по секунду но знайте то что это количество таких создаваемых трендов ограничено для 1 секунды определенное количество сразу стейшен вы выбираете если у вас выбран other station reference block number то же самое указываете только тогда когда у вас other station тренд data store time можем сделать 10 дней я вам показываю сколько места нужно для того чтобы сохранить 10 дней на тренд 1 секунду сделать окей заходите и вбиваем допустим аи 1 тренд точка пиви аи 2 тренд точка пиви и как видите d1 тренд их тоже пиви пиви т1 тренд пиви и т2 точка тренд пиви так так ну в принципе все загрузилось загрузилось как вызывать как вы помните это первый тренд и группа первая группа первая группа первая группа первая вверх еще раз вызовем так в принципе видите наш основные тренд все величины здесь вы можете увидеть life value увидеть какие есть пределы нижняя и верхняя оранжи насколько настроены как вы видите когда вы выбираете определенный тренд для определенной точки у вас с левого значения меняются под него для тысячных трендов есть значение 0 и 2 только это как true и false здесь вы можете настроить общий рендж окей это не будем тратить стоп режим дисплей но можете остановить тренд чтобы он был остановлен давайте сделаем вы можете уменьшить время именно которое показывается или наоборот расширить чтобы посмотреть более широко также вы можете уменьшить ширину высоту увеличить как обычно здесь у вас пенномер он показывает который из них что gathering сбор информации так как видите у вас вот этот курсор он показывает вам давайте сделаем что вы могли понять он показывает значение валия именно в этот в определенный момент видите 51 здесь у него должен быть самая минимальная примерно минус 8 и 8 то же самое здесь у него самый максимальный должен 48 и 8 принципе так оно и будет для трендов ты как вы видите две полоски третий и четвертые для них есть только два стаида true и false следовательно у них будет идти шагами но в принципе вы можете нажать на отдельный тренд и сделать тренд point view он выведет отдельный тыичный сигнал допустим давайте попробуем давайте попробуем сделаю сделаем калибровку да и зададим чтобы у него перестал он давайте так это ты тренд один как видите шагами меняется 0 и 2 это значение труду вкус и как видите здесь он тоже меняется единичный и вот здесь видите по единичном и групповом тренде вам все меняется представление трендов по системе именно я пока его я думаю это гораздо удобнее чем допустим ханила здесь как-то все понятно вы можете сохранить эти тренды в определенное место или же наоборот если у вас есть тренды которые допустим хранились каждый допустим скажем в нормальном производстве вы сохраняете свои тренды в определенное место и каждый год вы просто куда-то их архивируете и переносите и потом у вас идет дальше чтобы не и засорять общее место и вы захотели этом причем пришли у вас инвестигейшн нужно что-то сделать и вам говорят за 2005 год вам нужен тренд просто вытаскиваете этот тренд которого за 2005 год и подгружаете и можете посмотреть любую точку которая была в тот момент записана в принципе как то так что что вам сегодня еще сказать в принципе на сегодня все также я установил расширил лицензию сделал чтобы у нас с эфи открывался еще на хис 0163 правда я хотел вам продемонстрировать как будет она работать допустим дисплеями одну фишку показать но у меня не хватает лицензии чтобы запустить одновременно виртуалку здесь и здесь но в том не то что виртуалка именно виртуальный хис у меня нет лицензии на виртуальный хис здесь я постараюсь найти эту лицензию в принципе я даже вам покажу как добавить и расширить лицензию ну а на сегодня с пви блоком и с ай один в принципе все до скорых встреч